Если не платить за вынос мусора, то все равно никто не схватит за руку. Так, по официальным данным, считают порядка 20% жителей Славянского района. От последствий такой позиции страдаем все мы, проходя мимо переполненных контейнеров или отдыхая на природе рядом с несанкционированными свалками. За решение вопросов экологического характера в последние годы на Кубани взялись серьезно. Тему сбора, хранения и утилизации бытовых отходов рассматривали на прошедшей на днях сессии Совета Славянского района. На повестке 33-й сессии районного совета значилось более 10 вопросов. Но самым основным и острым стал вопрос о выполнении требований законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Славянском районе. Основным докладчиком выступил заместитель главы района Александр Бельдиёв. Всем известно, что на территории района действующих свалок, куда разрешен сброс мусора, нет. Забирают мусор у населения две компании – «Чистый город», которая осуществляет вывоз ТБО на полигон в Красноармейской, и «Экосервис», которая пользуется экологическим полигоном, расположенным в Славянске. Хотя эти полигоны и имеют разрешение на работу, назвать их полноценными нельзя. Единственный полигон на территории края, который удовлетворяет всем стандартам, расположен в Новороссийске. Но законодательное собрание края сейчас работает над этим вопросом. С силами муниципалитетов построить полигон, который бы отвечал всем требованиям, как экологического, так и строительных норм, практически ни один муниципалитет не в состоянии его построить. Поэтому в законодательном собрании Краснодарского края было принято концепция, которая включает в себя распределение схем, распределение строительства новых, современных полигонов по переработке, приему переработки, захоронению твердых бытовых отходов. По задумке авторов закона, полигон для вывоза отходов из Славянского района будет расположен в Крымском районе, в станице Варениковской, где будет предусмотрен весь комплекс мер по утилизации и захоронению отходов. Но пока этот проект ещё и в разработке, проблему необходимо решать на месте. И в первую очередь это вопрос о работе с населением по заключению договоров на вывоз ТБО. В среднем по району эту услугу официально оплачивают 80% абонентов. 20% пользуются ей, но не оплачивают. Как следствие, образование стихийных свалок, уборка которых ложится дополнительным временем на бюджеты поселений. На территории муниципального образования Славянский район ликвидировано 4 свалки. Кировска, Черноярсковска, Целина и Голубая Невосельская поселения. Даже за 2017 год силами администрации поселений муниципального образования Славянский район выявлено и ликвидировано 372 стихийных свалки. А ещё, как нам пояснили в компании «Чистый город», бесплатный вывоз мусора в контейнеры приводит к проблеме, которая волнует каждого. Перенакопление на контейнерных площадках, потому что то население, которое не оплачивает мусор, оно вывозит это всё на контейнера. И, соответственно, расчёт мы делаем от количества проживающего населения по заключённым договорам, допустим, если где-то много в квартирном секторе стоит контейнера, соответственно, график уборки рассчитывается из заключённых договоров на эту точку. И, соответственно, если какой-то несанкционированный туда вывоз, это приводит к тому, что переполнение контейнера и вот такая вот некрасивая ситуация просто на контейнерной площадке. Много вопросов и предложений вынесли на обсуждение сессии главы поселений, присутствующие на ней, и сами депутаты районного совета. От вопросов касательно неполного забора мусора на площадках кончаю возможностью установки камер наблюдения в местах выноса мусора. Камеру установить не проблема, отметил глава района. Главное, чтобы был дальнейший механизм действий, дающий конкретный результат. А что касается работы самих компаний, то сегодня они интенсивно модернизируются, и отследить их действия не составляет труда. На всех машинах чистого города установлена система ГЛОНАСС, а в ближайших планах – организация фотофиксации сделанной работы, что позволит избежать возможного недобросовестного отношения работников, поясняют в компании. Глава района заострил внимание участников сессии на вопросе о наведении порядка на территории контейнерных площадок. ТБО с этих мест забирает мусороуборочная компания, а крупногабаритный мусор – и ветки машин из социальных центров поселений. А вот кто должен убирать после себя, остаётся открытой темой. К тому же, пока с места не двигается проблема с единообразным и функциональным обустройством мест сбора бытовых отходов. Все озвученные вопросы и предложения требуют детальной проработки. Потому, по итогам работы 33-й сессии, районный парламент проголосовал за то, чтобы принять решение с учётом всех дополнений, полученных в ходе обсуждения.